Сегодня официально подтвердил Следственный комитет, что они опознали Пригожина, они опознали Уткина, они опознали... Ой, я все время забываю, Чекалов или... Чекалова. Да, Валерий Чекалов. Это правая рука в офисе Пригожина, который занимался черным финансированием и решением вопросов с ФСБ и с правоохранительными органами. Ну, соответственно, говорит СК правду или нет, тут сложно сказать. Тут я скорее склоняюсь просто к логике здравого смысла. Дело не в том, что это СК говорит, а какой резон им в данном случае врать. Но, тем не менее, у меня есть два вопроса. Опять же, как вы считаете, откуда взялись... Понятно, что Пригожин такой человек, что вокруг него, конечно, будет много легенд, и есть масса людей, про которых говорили, что они остались живы, когда они умерли. Это вот если человек легенда, даже если он черная легенда, то я даже удивляюсь, что там нету легенды о том, что Сталин остался жив и скоро тоже вернется на Землю с ангельскими танками. Тем не менее, откуда, вот зачем раскатывать, в том числе, по-моему, по Z-пабликам, историю о том, что Пригожин жив? И вторая вероятность, это конспирологическая теория, но как вы относитесь к идее о том, что Пригожин таки был во втором самолете, и теперь его утащили в подвал, в застенки, и там спрашивают о тайных щитах? Ну да, и теперь он на корабле НЛО прорабатывает секретный план мятежа версии 2.0. Если позволите... Нет, 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 это две разные истории. История о том, что он убежал, как бы скрылся, и Путин помог ему скрыться, которая совершенно фантастическая и безумная, и непонятно, зачем Пригожину скрываться, да он же очень любит наоборот. А Путину ему помогать скрываться. А Путину зачем ему помогать? Но другая история о том, что он может сейчас сидеть в застенке, и из него допытываются того, что он еще не сдал, она, по крайней мере, не противоречит наблюдаемому факту. Вдруг кто-то... Вдруг вы знаете, кто был во втором самолете? Вот. Юля, если позволите, начну от обратного. Первое, зачитаю буквально короткий абзац, а потом уже скажу о том, что знаю лично я, и что известно нашим источникам. От обратного. Мнение людей из интернета, вот на мой взгляд, и на мой взгляд, на взгляд всей нашей команды, это самый здравомыслящий был комментарий одного из наших уважаемых подписчиков. Мария Игнатьева написала, «Этот персонаж мертв, и проекты его окончены. Если физически он где-то еще жив, это ничего не меняет. Это уже другой персонаж с другой фамилией и так далее, который никогда не сможет воспользоваться своим бэкграундом. Никто этого не допустит. Ни Путин, ни ФСБ. Плюс прочие силы зла, либо силы добра. Этого человека больше нет при любом раскладе». Это вот то, что смогла выразить Мария, наша подписчица. А теперь поговорим о тех данных, которые у нас есть. Во-первых, до Следственного комитета еще вчера, позавчера нам поступала информация о том, что это действительно был Евгений Пригожин, он действительно погиб, и даже слово там «не погиб», он убит. Потому что на самом деле произошло убийство двух и более лиц. У Следственного комитета России есть прямая обязанность возбуждать уголовное дело по второй части статьи 105 Уголовного кодекса. И невзирая на то, кем они были, мы сейчас говорим про вагнеровцев, тем не менее, там еще в самолете находились два пилота, там находились стуардессы, которые точно не имеют никакого отношения к военным преступлениям ЧВК Вагна. И поэтому здесь у Следственного комитета есть прямая обязанность расследовать вот это очевидное убийство. Что касается вот этой информации, различных вбросов, что это могла быть инсценировка и так далее, мы внимательно анализировали, как ведут себя Z-паблики, как ведет себя Роспропаганда, как ведут себя те персонажи в интернете, которые так или иначе аффилированы со спецслужбами. Я могу сказать, что это началась такая специальная волна, тумана, вброса различных интересных вопросов, различных интересных, увлекательных очень теорий, которые отвлекали бы и общество, и в первую очередь участников ЧВК Вагнер от самого важного, от того факта, что их шеф, главарь террористической организации, два главаря, они со-главари, со-руководители, они уничтожены, они убиты российскими спецслужбами. Очевидно, что у них забрали тяжелое вооружение, но тем не менее на свободе, в том числе с вооружением легким, автоматическим, гранатами и так далее, находятся тысячи наемников и бойцов, многие из которых присягали служить не России, не Путину, а именно Уткину и Пригожную, которые клялись в верности, так называемый совет командиров и так далее. Поэтому сейчас им всем, вот этим горячим головам, которых на протяжении многих лет инструкторы ГРУ и ФСБ учили профессионально убивать, мучить, уничтожать, заниматься диверсиями, устраивать террористические акты и так далее, им всем сейчас очень важно затуманить мозги, чтобы они успокоились и чтобы они думали, что так нужно. Это очередной хитрый план Евгения Викторовича. Это опять какая-то спецоперация турбоуровня, и нужно только подождать там несколько месяцев, полгода, может быть год, и все станет понятно в великом этом замысле. И меньше всего сейчас нужно Лубянке и Старой площади вместе с Путиным, чтобы вот эти вот тысячи наемников и бойцов прозрели и вернулись, оторвались вот от этого бреда в телеграм-каналах, к реальности просмотрели последнее интервью своего бывшего шефа, которым прямо говорит, что он вошел в контр с системой. Систему он эту называл танчиком, который может его разметать. И он говорил о готовности умереть вот за идею. И он говорил о том, что если вот этому там танчику, этой системе хочется жить мирно и спокойно, а не продолжать решительное действие на фронте, то тогда самый простой способ это вот таким образом с ним поступить, его разметать, его уничтожить и дальше, собственно говоря, сливать всю эту историю. И если мы посмотрим big picture и немножко отвлечемся буквально там на одну минуту от Пригожно-Суткина, мы посмотрим, а что с третьим известным пропагандистом, вот этим участником, террористом и участником вот этой идеи некого там русского мира произошло. Стрелков Гиркин в камере. Значит, получается, двое самых известных в Z-пабликах уничтожены. Третий, который тоже был определенным рупором и достаточно серьезным актором в 2014-2015 году, сидит в камере Лефортовой, жалуется на отнимающуюся руку, на проблемы на перебой с сердцем и на несправедливость российского правосудия, вот того мира, который он пытался туда привнести с оружием в руках и навязать Украине. Кто остался в паблике из тех, кто способен Путину и всей вертикали в какой-то определенный момент сказать, а ради чего все это было? То есть я вижу наоборот, что система трещит по швам, система устала, она не может продолжать в том объеме воевать, в котором она начинала воевать весной и летом 2022 года. Проблемы с боеприпасами, проблемы с огромным количеством людей, которые не хотят в армии служить и либо бегут, либо просят об эвакуациях, либо саботируют на местах указания и приказы. И поэтому здесь лично я вижу, наблюдаю, что система, возможно, готовится к тому, чтобы сдать в какой-то мере назад. Я не хочу сейчас быть супероптимистом и вас в прямом эфире говорить о том, что завтра может окончиться война. Но очевидно, что в том формате, в котором она была еще полгода назад, она вестись со стороны России не может. Повторять подобное тому, что было под Бахмутом, у них нет ни такого количества людей, ни вот этих вот жестоких систем, которые бы на передок, на передовую гнали бы ежесуточно тысячи людей, ни боеприпасов. А откатываться назад при наличии в тылу таких персонажей, как Гиркин, Уткин, Пригожин и ежесними, но они себе не могут этого позволить, потому что действительно, если Гиркин, Стрелков уже как бы... Это сбитый летчик, он скорее просто занимался каким-то, как дрожжи, там, брожением умов в определенных кругах, то Уткин с Пригожином и с их командой, они бы точно не могли бы простить какого-то слива, вот того, что они называют СВО, а мы называем войной. Потому что, а как тогда в глаза смотреть им тем, кого они отправляли на убой, и кто теперь там тысячами остался без рук и без ног. Вот такая история, я здесь... Да, можно уточнить вот эту важную вещь. Вы сказали, что та дезинформация, которая распространяется относительно того, что, значит, да нет, Пригожин жив, вот просто взяли пример как с Иисуса Христа, и скоро вернется, будет второе пришествие с ангелами и на облаках, и с молниями. И это дезинформация с целью дезориентировать наемников Агнера, чтобы они не пошли штурмом брать Кремль, а сидели на берегу реки и ждали воскресения Пригожина. И вторая очень важная вещь, вы сказали, что мне показалось, вот это важный момент, я никогда его не отрефлексировала, что на самом деле, собственно, Стрелков, Пригожин, некоторые военкоры были люди, которые иногда хотя бы говорили Путину, что у него на самом деле происходит. Сейчас вообще ликвидированы все люди, которые могут хоть как-то по этому поводу рефлексировать, и остались только те люди безошибочно, которые говорят только, что все хорошо. Ну, это на самом деле так, больше условно независимых в окружении, неуправляемых не осталось, система все полностью взяла под контроль. Что касается различных версий, тут была еще одна версия, которая у меня один из бывших офицеров ГРУ, ну, человек в возрасте, он мне пытался объяснить, что, скорее всего, Пригожина уже нету в живых несколько недель, а авиакатастрофа была нужна лишь там для легализации там трупа и так далее. Ну, честно говоря, еще раз, фантазии наверняка многих сценаристов и авторов различных художественных книг, они могут описать различные вариации того, что могло бы происходить. Представлять, что этих людей там, останки их занесут в каких-то сумках, в пакетах усадят, значит, на глазах у пилотов и стюардессы, те ни в чем не подозревая поднимут в воздух. Трупы были не свежие, как сказал Стрелков. Помните про Мэйч Семенов? Да, да. Да, поэтому, ну, нет, конечно, там это действительно имело место. Причем, обратите внимание, обычно же, когда что-то подобное происходит, очень много записей с камер видеонаблюдения появляется. Как кто-то высаживается из машины, как они идут садиться в самолет, что-то там с багажом, как не так они контроль проходили. Здесь же ничего этого нет. То, что известно от нашего источника, который имеет очень много информации о происходящем сейчас, следователи, которые входят в следственно-оперативную группу по вот этому делу о крушении джета Embraer Legacy, они до сих пор в шоке от того, насколько халатно вдруг ФСБ и МВД выполняют их поручения. Обычно следователь дает поручение, которое тут же должно каким-то образом реализовываться теми, кто занимается оперативным сопровождением. В России, как известно, следователи Следственного комитета, они как евнухи кастрированные, они по идее ведут следствие, но при этом оперативных действий проводить не могут. Все ОРМ проводятся по их поручению либо в СИН, либо ФСБ, либо МВД. Так вот, в данном случае ответы следователям сыпятся из ФСБ. Это не работает, здесь задержка, здесь камеры некачественно что-то записывали и так далее. То есть идет на самом деле такое уничтожение улик, затирание этого всего для того, чтобы потом в последующем никто не смог в полном объеме восстановить картину, что же на самом деле там происходило. Прошу прощения, кстати, за смешок, когда я цитировала Гиркина по поводу MH17. Понятно, что это относилось к идиотскому высказыванию Гиркина, а не к самолету. Что за эти две месяца проходило с империей Пригожина, бизнес-империей, Африкой, Лахтой, поставками продуктов? Кому они сейчас принадлежат? И как это произошло? Да, взрыв корень, да. Очень правильный вопрос. Все, конечно, упирается в денежные средства. Именно из-за этого возникли просто... Мы мониторили их внутренние чаты вот в ночь с 23 на 24 августа. Мы фиксировали, как в одночасье огромное количество людей, которые до этого были единомышленниками, превратились в тех, кто начал спорить и ссориться из-за денежных средств. Потому что до этого все было понятно. Есть Пригожин, есть у него Чекалов, которые привозят денежные средства, которые наличными раздаются между командирами, которые, в свою очередь, их распределяют между командирами отделения. Те выдают, соответственно, бойцам, наемникам. Либо это в каких-то случаях дело с теми, кто у них занимается кадрами и финансами. А здесь вдруг в момент вся вертикаль обрушилась. Нету ни Пригожного на связи, нету ни Чекалова на связи. И кто будет вот этим вот доблестным, как они там смелым, решительным, которые все там в черепушках, в оружии, деньги давать. Они были крутыми командирами до той поры, пока знали, что есть со стороны государства зеленый свет, лицензия на пытки, тариф безлимитный с заключенными, тариф безлимитный с финансированием и так далее. А сейчас всего этого нету. Нет ни людского потока, ни денежного потока. И вдруг эти командиры понимают, что они на самом деле не командиры, а они просто были такими ряженными, которые не могут в полном объеме нести ответственность за свои подразделения, за своих наемников, за своих солдат. Нету больше вот этого антилопы там, золотым копытцем, которое бьет, и оттуда монеты вылетают. Поэтому как раз у них сейчас вся эта система, она в шоке. От низу, от рядовых наемников и до самого верха. Потому что двух людей, еще раз, как в этом джете, два самых важных по линии финансирования Чивока-Вагнер были убиты. Это Пригожин и это Чекалов. Теперь дальше смотрим на денежные потоки, на группу компаний, известную как Конкорд и вот аффилированная с ней структура. Это более 100 юридических лиц. Пригожин, при том, что он так декларировал все время, что у него не наемники, не бойцы, а сотрудники. У него не террористическая организация или хотя бы там военная компания, а у него просто компания. Так вот, самой ЧВК, как юрлица, нету, а есть несколько крупных компаний, окруженных сателлитами и фирмами, по сути дела, помойками, однодневками, на которые заключалось огромное количество государственных контрактов в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, с другими на федеральном уровне госпредприятиями и организациями. И все это было оформлено не на Пригожина в основном и даже не на его семью, а все это оформлялось на различных номинальных директоров и акционеров, учредителей. Так вот, в один момент, в ночь с 23 на 24 августа, вся эта бригада директоров и владельцев вот этих фирмочек, которые до этого, они понимали, что они номиналы, что если только какой-нибудь менеджер проекта или начальник направления откроет свой рот и скажет, что-то не так, но самое меньшее, что его ждет, жестокое избиение, помещение в подвал одного из, в камеру в одном из офисов Пригожина, а если будет сильно за буйки выплывать, то, как очень любил шутить и Чекалов и еще двое, которых мы сейчас изучаем внимательно, что болот под Питером много, вместе от всех, то есть людей просто увозили, они исчезали. Так вот, в ночь с 23 на 24 августа исчез страх, исчезли те персонажи, которые держали в страхе большое количество лиц, на которых Пригожина оформлялся эти компании. Они стали от этого свободны, они впервые стали полноценными руководителями, директорами и учредителями компаний. И что они сделали, начиная с 24 августа, с самого раннего утра, выстроилась очередь на встречи с руководством СЭБа у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, это служба экономической безопасности, и по линии тех, кто курирует экономику, четвертую службу ФСБ России, для того, чтобы с ними решить вопросы и чтобы им ФСБ внятно ответили, что же делать с вот свалившимся на них богатством, потому что контракты там заключались с государством по завышенным расценкам. Расценки эти были завышены на 15-30% для того, чтобы потом пригожинские фирмы все это обналичивали и все это в кэше, соответственно, выплачивали тысячам наемников ежемесячно, оборот там на многие миллиарды рублей. И вот теперь они вдруг стали богатыми людьми и они думают с кем и как делиться. Соответственно, на Лубянке, на Старой площади тоже прекрасно понимают, что в эту схему заложено огромное количество вот этих вот замечательных бенефитов, вкусняшек и миллиардов, которые теперь лежат и куда их девать. Содержать дальше эту структуру она не нужна, они ее будут перегруппировать, распределять, размазывать как масло по хлебу, как по бутерброду, часть наемников отдавая в Минобороны, часть вредут, часть в РСБ групп, часть в то, что сейчас Трошев с призывным Седой формирует так называемую ЧВК Русь и так далее. А вот денежки они здесь под носом. И соответственно есть чиновники в администрации президента, которые поняли, что вдруг освободилось несколько миллиардов ежемесячно ФСБ, тоже не дурачки сидят, которые за зарплату работают, тоже у них есть виды на все это. И за ними есть, конечно, вот эти вот огромные акулы, которых многие из-за размеров не воспринимают, думают, что это стена, а это просто огромные такие рыбы в аквариуме, такие как Геннадий Тимченко, такие как Ковальчуки и соответственно аффилированные с ними там юристы, аудиторы и адвокаты. Поэтому вот сейчас мы увидим, как вот эти вот маленькая рыбка ест то, что осталось, еще больше поглощает и так далее. В оконцовке, конечно же, при том, что службисты, ФСОшники, ФСБшники надеются, что Владимир Владимирович, уважаемый ими и неуважаемый нами, после 23-24 июня прозрел и будет распределять подобные бенефиты в сторону полковников и генералов, показавших свою лояльность. Они надеются, что он все-таки как-то поменяется, что он не будет как раньше бездумно раздавать все деньги олигархам и будет поддерживать тех, кто оказался ему уверен и вот все вот это исполнено. Не олигархам, а своим номиналам, Владимир. А то мы бы думаем, он же там не Фридману деньги раздает. Ну, конечно, абсолютно. Именно тем олигархам, с которыми он последние 15-20 лет подряд дербанит бюджет Российской Федерации. Поэтому, в общем, сейчас есть две силы. Одни, которые привыкли все забирать. Я уже сказал там про Тимченко, про Ковальчаков и же с ними. И есть генералитет, который надеется, что в этот раз вот упавшие со стола они подскочат и они это свежатинкой, они это и попитаются. Плюс, конечно же, за кадром стоят огромные несметные богатства, которые были подконтрольны Пригожину с сообщниками в Африке. Речь идет и про золотые прииски и про шахты, где они там добывают редкозем и так далее, редкоземельные металлы. Вот, по этому направлению тоже сейчас очень мощный передел. И вот у нас сегодня, да, 27 августа, а вчера, например, из Подмосковья вылетело больше 100 наемников под видом инструкторов, так называемый РСБ-групп, который возглавляет бывший ФСБшник. Они в Буркино-Фасо уже полетели вставать на контракт. Это ФСБшник Аверьянов. Что-что? Это Аверьянов вылетел. А слушайте, а я вам отправлял до эфира его фамилию. Нет, не Аверьянов. Сейчас, чтобы быть точным, давайте тогда сейчас буквально 30 секунд я вам сейчас скажу. Нет, это Олег Кореницын. Это бывший офицер, а может быть и действующий офицер ФСБ, который возглавляет РСБ-групп, который в целом ряде стран действовал, там, в Колумбии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Нигерии, в Чаде и по морским операциям. Редактор субтитров А.Семкин